здравствуйте дамы и господа девочки и мальчики красавица чудовище рабочий колхозница и обязательно привет тот самый придурок с марса неопределенного пола который нас смотрит добро пожаловать в официальную 49 серию но прошлое бывание официальная 49 серия это официальная 49 серия итак мы начали мист крафт прошлой серии и надо бы его уже продолжить я понихонечку тут чё-чё-то попродолжал я надел себе линкинг буков вот они они у меня немножечко есть они все ведут ко мне туда наверх для того чтобы я не заблудился мист крафте потому что заблуждаться мист крафте это портал в мейзер там не работает ты можешь создавать только еще более новые миры и вернуться в ролл без мазняк вот поэтому мы будем готове я проверял вернуться действительно без мазняк только разные специальные читы это мои запасы всякого мусора я кажется показывал что я начал переделывать кристаллов кристаллические кластеры и все равно у меня очень много мне нужно автоматизировать систему делания зеленой дряни вон для той штуки потому что их спа у меня кончается я там чанти как не в себя хотя мне уже 11 тысяч этих самых ягодок но это потому что я вот эту зеленую дрянь притаскиваю из моба фермы сейчас на меня работает моба ферма чанты просто зашибись я начал чантить топорик ботинки раньше чантил флюкс инфьюз сворд тоже было бы интересно зачантить ну и соответственно как то вот так вот что это это эндер честы вы абсолютно правильно угадали эндер чест черный белый белый я хочу их использовать для моей хитрой волшебной автоматизированной карьерной системы к сожалению у меня не получается сделать эту систему так чтобы она работала на тессерактах ну ну совсем не получается сейчас буду объяснять почему процессе как мы любом делать карьерчики я снял вот они родимые карьерчики вот их тессеракты вот от них трубы и сейчас мы попытаемся со всей этой фигней взлететь в автоматическом режиме и так один из этих сундучков будет являться входящим и он будет где-то здесь вот в моей системе выплевывать все что в него приезжает мою систему я даже думаю что трех труп ему наверное может быть не хватит но мы это проверим дело в том что эти дурацкие трубы они настолько неспешно вытаскивают из сундуков все то что эти сундуки засохнута что прямо где удаешься так сюда и соответственно в них во всем и запихиваем вот эти штуковины и говорим что они работают на автомате а сюда эти штуковины были уже заслон в этой в этой трубе эти штуки есть так что осталось сказать только то что работайте пожалуйста без нашего вмешательства и без рационного сигнала все теперь то что я буду засовывать в черно-белый-белый сундук будет то же самое как будто бы я что-то засовываю в тессеракт о чем не с лавой почему-то мало они это было гонева вот в чем фишка фишка в том что я хочу копать в этом волшебном мире дело в том что у нас есть низер то есть кусочки боньярдов из-за того что у нас есть кусочки боньярдов я построил вот такую платформочку наверху кажется она достаточно высока для того чтобы если я начал строить карьеры вот на этой высоте они могли съесть большую часть того что есть но верхушки джанга улдов нас не очень интересует в принципе я уже начал спойлерить в группе во вконтакте я туда закинул специальную программу для черепахи но есть одна неприятная особенность никто так и не догадался что же программа на самом деле дело и поэтому придется показывать и рассказывать и так я хочу чтобы черепаха устанавливала карьеры а как только карьер заканчивается переустанавливая его так как черепаха не будет размечать ничего ванбарками нужно чтобы она этот карьер устанавливала по дефольту карьера размер 9 на 9 и я не просто так смотрю сейчас на север я бы мог бы хотеть копать сюда но у меня бы ничего не получилось дело в том что когда черепаха устанавливают карьер она устанавливает ее всегда ну давайте покажу она всегда устанавливает карьер а мордой на север о чё то лейс а так что к сожалению единственное место направление куда мы можем копать это на север так уж устроен наш никузявый мир черепаха стоит здесь идея состоит в следующем у меня есть какой-то сетап каких-то предметов например здесь карьер здесь сундук в который он все засовывает здесь стоит и тессеракт с трубой ну и в общем все нормально как только я сейчас установлю это безобразие я сразу начнет копаться карьер дальше хочется чтобы когда черепаха переставляла карьеры она находилась в загруженном чанке поэтому поставим сюда чанклоудер вот сюда но фишка в чем если черепаха будет тащить в месяц с собой и канклоудер она должна будет его положить внутрь себя и в этот момент чанклоудер работать перестанет поэтому нам нужно 2 thinking icon для черепаха будет сначала тащить один amounts of same карьерам потом будет тащить второй когда карьер уже работают и там где то спереди ну так карьер 9 на 9 она будет просто переезжать на разряд или вперед и ставили там еще один карьер вот когда тот карьер установлен на идентичанклоудер работает об этом на будет замирать этот чанк-лодер и тащите его туда. Звучит просто. Что у нас из неприятного? Когда черепаха ломает тессеракт, он теряет настройки. Но это необходимо. Дело в том, что черепаха может настроить тессеракт, но довольно странным способом. Давайте посмотрим. Кстати, еще из неприятных вещей. В черепаху попадают предметы, потому что она стоит рядом с карьером и является сундуком. То есть точно так же, как если что-то попадает в сундук, оно должно уезжать. Должно же? Уезжает. А, да-да, он что-то туда уезжает. Так же всякая фигня попадает и в черепаху. Что не очень приятно. А еще я наготове, потому что тут летают всякие мерзости. Гасты, это же почти нейзер. Так вот, давайте посмотрим на программу, которую я нам приготовил. Программа лежит на постебине. Ссылочка к видео будет прилагаться. edit.com.ua точка.ua, потому что программа написана на языке ул. Функции, 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 функции. Определение переменных t равно t, для того, чтобы писать t, а не t, точка. freq, это частота, на которую мы настраиваем тессеракт. Go to position. Это вызов функции, которая ничего не делает. Дело в том, что если черепаха если сервер выключается и потом включается обратно, черепаха стоит около карьера, ничего страшного, она просто в цикле смотрит, включен он или не включен. Но если выключение заставы черепаху в момент перемещения карьера, то ей нужно найти, куда она перемещалась и вообще вспомнить, что было до того, как она выключилась. У меня есть эта функция, но я ее пока не написал. А дальше в бесконечном цикле мы делаем периферал в wrap front, то есть карьер. Вызываем ему функцию из active. И то, соответственно, тут while. Если карьер активен, то sleep 20. Если карьер не активен, то есть он завершился, то мы продолжаем вот этот список функций. Empty. Мы видим, что черепаха наполняется всяким барахлом. Она сейчас пустая, но к моменту, когда карьера завершится, тут будет дофига всего. Empty. Это просто черепаха подымается и все выплевывает. Вот этот сундук опускается обратно на заданную позицию. Дальше. Take Quarry. Забрать карьер. Go Forward. Функция пройти, прокапываясь. Ну, нужно проломить вот эти карьерные фреймы. И мама ли, что здесь будет еще. Вперед на 9 клеточек. Карьер 9 на 9. Она проходит и устанавливает так, чтобы у нас тут ничего не прерывало. Ой, как оно тут прикольно быстро копается. Потом мы прошли, установили карьер. В Play Quarry. Да, Play Quarry. А потом нужно развернуться. Еще раз 9 клеточек назад. Встать на исходную позицию. Забрать второй chunk loader. Собственно, turn around, become chunk loader, go forward, place chunk loader. Get chunk loader. Забрать вот этот вот. Place chunk loader. Поставить этот chunk loader. В такое же положение относительно всей этой конструкции. Но только уже там, на новом месте. Давайте внимательно просто посмотрим на функцию Take Quarry. Она не очень простенькая. Я тут применил свои какие-то волшебные познания во всяких безобразиях. И просто, если вы будете смотреть на эту программу на постыбине, чтобы вы понимали, что здесь происходит. Дело в том, что когда черепаха устанавливает и снимает карьер, она делает одни и те же движения. Вверх, вниз, вправо, влево. Как-то вот так вот. И предметы оказываются на тех же самых местах. Поэтому, в зависимости от того, кладем мы или ставим карьер, мы всего лишь срезаем предметы. Ну, выкапываем предметы. Либо ставим их. А все движения одинаковые. Поэтому функция Take Quarry вызывает функцию Operate Quarry, передая ей функцию Dig, то есть копать. А функция Place Quarry вызывает ту же самую функцию Operate Quarry с аргументом The Place, то есть выставить. А Operate Quarry уже двигается и вызывает свой аргумент вот эту функцию F. В случае, если мы выкапываем карьер, то это будет The Dig. Если мы карьер ставим, это будет The Place. Ну, в общем, все довольно просто. Функция, которая вызывает другие функции. Ну, это нормальное такое программирование. Ну, в общем, скопать карьер, подняться, забрать сундук, подняться куда-то переместиться к Tesseract, забрать Tesseract или поставить. Вот этот F — это забрать или поставить в зависимости от того, как нас вызвали. А вот дальше тут не очень понятное место. Если F равно The Place, то есть если нас вызвали с аргументом «устанавливаем», то есть мы не забираем карьер, а устанавливаем сетап карьера, значит, во-первых, взять, установить Tesseract. Вот, как-то очень странно тут написано, взять периферийное устройство спереди, это будет Tesseract. Если он может, can receive energy, то, нет, если он не, до тех пор, пока он не может принимать энергию, то есть пока он, вот здесь вот не написано, что он принимает энергию, съесть его и поставить его еще раз на место. Дело в том, что каждый раз, когда ставится чистый Tesseract, настройки у него случайные, поэтому она будет его ставить до тех пор, пока он не будет настроен правильным образом. Эта штука не настраивается через API этого самого Tesseract. Ну, соответственно, такую вещь позволяет сделать мод OpenPeripherals. Так вот, она устанавливает Tesseract до тех пор, пока он не будет правильно работать, а потом она ему, ну, set frequency у него есть такая функция, просто выставляет ему правильную частоту. В нашем случае первую. Дальше она что-то там выставляет или убирает то, что нам надо, трубу, chunk loader и готово. Остальные функции не очень интересные, там, go forward, это 9 раз вперед, пытаясь окопать, если спереди что-то есть. Turnaround, это 2 turn left. Chunk loader, это встать на место, забрать или... Chunk loader, это вот забрать, поставить chunk loader. Программа элементарная, ничего интересного. Интересно, как она будет работать. Итак, вопрос, как работает эта программа? Во-первых, ее нужно запихнуть в стартап. Ctrl-Exit. Edit файл Startup, который включается каждый раз, когда черепаха загружается. В стартапе у нас все очень просто. Shell run, запустить программу querymover.ua. И пусть эта программа и работает. Save Exit. Теперь, если раздобать эту черепаху и поставить ее, или перезагрузить сервер, включится вот эта программа. И вот она говорит go to position. Дело в том, что во всех... Во всех функциях, которые я там вызываю, я перед тем, как, собственно, выполнить то, что написано в функции, пишу, как она называется. Ну, чтобы было видно, вообще, чем эта черепаха сейчас в данный момент занимается. И весь вот этот мусор можно сюда закинуть, будет хорошо. А что мне штаны в кармане делают? Хороший вопрос. Вот, в общем, вот такая вот смешная черепаха с шмешным карьером. Можно пойти на нашу базу, посмотреть, что там происходит. Или же сделаем еще смешнее. Мне же нужно уснять еще пару карьеров. Как это не печально, я здесь копался вниз. Оказывается, низерака на низеровских вот этих вот биомах здесь не так уж и много. И вот там, наверное, где слой, наверное, пятерочка где-то вот. Ну, как земли. Дальше опять идет камень. И не факт, что... Что он так подтормаживает смешно? Может, у меня слишком... Видео сеттингс... Brightness Particles Minimal. Может, так будет получше. Тут все время идет снег. Мне не нравится этот биом. Какой-то он слишком логучий. Так вот. Сейчас этот карьер завершится. Надо будет вам показать, как черепаха будет ее переставлять. Такое смешное зрелище. Но, так как нужно установить еще пару карьеров, давайте сделаем еще пару миров. Так. Как забираются книжки? Вот так забираются книжки. У меня были букстенды. Я их делал. Или здесь? Да, здесь. Поставим эту книжечку. Поставим эту книжечку вот на этот букстенд. Ух ты! Их можно ставить по-другому. Круто! И сделаем себе еще пару книжек, чтобы их сюда поставить. Букбайндер. И... Раз. Два. Пара случайных биомов. Абсолютно непонятно каких. И мы просто сейчас с них сходим, для того, чтобы посмотреть вообще, что в этих биомах бывает интересного. Вдруг я сейчас найду себе более волшебный для карьерения биом, нежели то, что у меня есть. Тул биом. Мир. Эйдж. Век. Идем сюда. Эйдж 3. Вот был Эйдж 2. Где у меня Эйдж 1, я так и не понял. Вау! Где мы? Ну, в общем, у меня прогрузилось. Можете меня поздравить. У меня нет никаких дебафов, висящих на мне. Так, давайте-ка сразу это место. Его на карте видно, как? Да, его на карте видно. Сразу сюда поставим букстенд, для того, чтобы возвращаться вот с этой вот площадочки. Или же на карте его пометить. Что это за фигурой? Но очень похоже на, знаете что? На Твайвэт Форест. Да, это Твайвэт Форест. Круто! И опять же, какие-то висюльки, спускающиеся к нам с небес. Блин, опять эти дурацкие импы. Откуда они, кстати? Нефть. Висюльки. Насколько я понимаю, там сверху какие-то острова. О, Вудон Тендрюсы. Чёрт. Вудон Тендрюсы, это, конечно, прикольно. Но... Но всё равно карьер, когда устанавливается, всё, в чём он устанавливается, уничтожает. Это Нейзер, господа. Это суровый Нейзер. А это Гасты. И, может быть, тут есть даже... Очень интересно. То есть, тут есть Нейзер-крепости. Тендрюсы, Нейзер-крепости и висящие какие-то волшебные острова сверху. О, можно сюда прийти. Хе-хе-хе. Особо гулять я здесь, наверное, не буду. Тем более, что-то как-то этот лабиринт мне не кажется особо лабиринтистым. О, я видел Гаста. Но тут есть золото и броня для лошадей. И пауки. К сожалению, здесь есть пауки Нейзеровские. Так, что-то есть ещё один сундучок. Вот такой вот загадочный, забавный мир. Я сейчас тут заблудюсь, и уходить отсюда придётся по книжке. О, а броню и мечи надо переплавлять. А у меня... А у меня пока нет... Нет автоматизированной системы. Но, да. О, а вот, собственно, и паучки. Паучки и червячки. Ой-ё. Надеюсь, вы не будете меня кусать. А, они не кусаются на свету. Прикольно. А вот Гасты кусаются. Но специально для Гаста. У меня есть... Для Гаста у меня есть палочка. Мир ещё не прогрузился. Может быть, он даже не создан до конца. Но... И всё лагает адско. А вообще, я шёл к этой ноде для того, чтобы её исследовать. Дело в том, что там крафтовские исследования. Мне всё-таки хочется продолжать ещё такой-то собаки. Только они какие-то бесцветные. Ух ты. Гладкий паук. А, это был нормальный паук. Ну, фиг бы с ним. Так. Где мой талмометр? Я думаю, что мы... Скажем, что... Хороший мир. Забавный. Мы про него более-менее что-то поняли. Гасты тут тоже летают. Низер тут тоже есть. Только в виде низербриков. А что это такое? Мосс. Поняли. Зелёная краска. И свалим потихонечку. Там что-то там был? Блэйспаунер, что ли? Что-то тут было. Маги какие-то дерутся. Ну, их проблемы. Меня драки локальных магов не интересуют. Меня интересуют гасты, которые совсем в конец оханили. Меня не достаёт палочкам. Меня интересует вот это. Что это такое? Очень похоже на какую-то конструкцию из Твайвет Фореста, которая пронизывает... Ну, в общем, которая не смогла построиться, потому что здесь данж из Нейзера. Давайте посмотрим, что нам здесь дадут. Нам уже ничего не дадут. У нас кончилось свободное место. Что это такое? Вот это вот такое. Куру. Хрен его знает, что это. Блин. А что такое? Кролики. Ну, вообще, я шёл сюда. Даймон, Хорс Армор. Хорс Армор становится всё интереснее и интереснее. Так, что нам не надо? Нам явно не нужна вся вот эта вот фиговина. О, боже. Всё это нам не надо, я сказал. Вот это нам надо, это нам не надо. Вот это потом отсюда достанем. Алмазы, 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 я накопал алмазов. Ну, в общем, хороший мир. Я возвращаюсь к моей точке взлёта. В общем, к месту, где я входил в этот мир, я что-то его не вижу. Но я помню, что оно где-то вот здесь вот рядом с входом в суда. Это здесь было. Обыкновенный паук окусается, как нейзеровский. То есть, хамит, как нейзеровский. Это чё, это нефть. Окей. Эй, а вот это мне не прикольно. Оно пошло отсюда. Все пошли отсюда. Я вас не люблю. Выпихните. Да, 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 да. Вот я хочу наружу. Так, это, оказывается, не тыква. Тут плавают, это головы импов. Так, и не знаю, может быть, сюда не ходить копать, а ходить сюда нефть добывать. Может быть, это будет хорошая идея. О, и, собственно, вот он, наша площадочка для приземления. Мы берём наш книжечку для возвращения и устанавливаем её сюда. Такс, интересный мир. Но давайте посмотрим, как там наш карьер. Не опоздали ли мы к часу икс. Так, ну, да. Куда-то сюда. Он пока копает. Давайте я постою здесь. Ну, постою, наверное, сверху. Чёрт возьми, что же это за Diamond Horse Armor? Нафиг она нужна? Надо исследовать этот вопрос. Тем более, что это какая-то ванильная штуковина. Не падать внутри карьера. Потому что я до сих пор не умею летать. Вы не поверите. Я так и не сделал себе ни магическую, ни дострокрафтовскую леталку. Чё здесь? Ну, здесь у нас более-менее нормально. Всё уезжает в Атерартишок. Наша система хранения. Ладно, пусть уезжает. Всё, стою и жду до тех пор, пока у нас тут не случится счастье. Он там, по-моему, уже алмазы были. Или не алмазы? Винтри он точно есть. Это значит, что он прокопался довольно глубоко. Хотя я так подумал, что может быть более медитативное, чем вот такое вот смотрение в карьер, как он копается. А нет, ты смотри. А, нет, ничего интересного там не выкопалось. В общем, сделаем следующим образом. Мы берём черепаху, утаскиваем её с собой. Ух ты, сколько мусора в ней лежало. Поверьте мне на слово, черепаха умеет сама себя очистить вот в этот самый сундук. И таскаем черепаху с собой. Потом когда-нибудь эта карьера закончится. Мы её установим, она обнаружит, что карьер выключен. И мы её заново включим. А пока что пойдём посмотрим на ещё какой-нибудь мирок. У меня, по-моему, кончились стенды для книжек. А если установить книжечку без стенда, то она быстро портится. И это стенд. Так что, сделаем себе этих самых стендов. Эй, да. А, хрен с ним. У меня много древесины. Третий мир. Чё у нас в третьем мире? Тоже очень интересно. Вау. А вот третий мир какой-то оказался не очень гостеприимный. Интересны какие-то кристальчики. Это Крэг Горок. Это чё такое? Только не говорите, что это Сладж. И чё вот это вот такое вот за руда? И Вайдикай. Из Мисткрафта. Только не говорите мне, что это развагающийся мирок. Отсюда нужно срочно валить. Потому что он адско нестабилен. Знаете, похоже, я абсолютно прав. Он реально нестабилен. И вот этот вот Дикей говорит о том, что, ну, всё. Кранты миру. По нему можно слегка чуть-чуток погулять. Повзрывать здешних криперов. Ой, ё. Не свалиться в... По-моему, это называется фишур. Ну, в общем, не, нам тут делать нечего. Нам тут реально нечего делать. Тонна криперов. Я даже, наверное, её не буду. Берите меня отсюда. Почему они говорят? Да, это... Нет, это нормальная ямка. Но, кажется, мир просто ломается на глазах. Вот. Я не буду особо сильно тут задерживаться. Что это за вода такая интересная? Я помню, что Таумометр умеет рассказывать про эту воду. Black Ink. Ой, ё. А почему-то я горю. Меня вроде никто не поджигал. Так, если это чёрные чернила, то эти чёрные чернила, наверное, можно набирать ведрами. Эй. Сумочка не открывается? Или я уже откровенно висю? У меня есть ведро для чёрных чернил. Mist in Black Wooden Bucket. Интересно. Что же это за чёрные чернила такие? Можно ли их по-бырому накопать? Так. По-моему, вот эта вот моя платформочка для... Что ж такое-то? Все горят. Для книжечек. И попробуем... Насосать себе этих чернилок. Вопрос как? Ответ. Ну, помпой, естественно. Естественно, помпой. Есть ли у меня помпы? Есть ли у меня танки? Нет, танков у меня здесь нет. Я точно где-то их видел, да. Во. Давайте сделаем себе помп. Майнингвэл. Эта штука называется... Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ща быстренько сделаю. Железную кирку я действительно решил брать из моего мобграйндера. У меня тут есть немножечко, но так же... Совсем мало. Не прикольно. Тут есть починенные. Ой. Что это такое? Что это за странные звуки? Очень интересно Только не говорите, что так месткрафтовские Что же тут такое-то происходит? Да Очень интересно Дайте исследуем, что это были за звуки Может быть, это вот эти фиговины так начинают орать Когда им некуда девать То, что они должны куда-то девать Все может быть Но, в общем, починенных кирок у меня нет Будем пользоваться почти починенной киркой У меня есть чинюки Это точно есть чинюки Я помню, я делал И пока у нас чинится кирка Ну да, да, да Ваня, он такой Он ради трех кусочков железа удавится Давай, чинись Делаем шестеренку Геар Такие у нас есть У нас есть вот такие шестеренки Из них нужно сделать Iron Gear Iron Gear Это вот такие Нам, пожалуйста, вот такую шестеренку Нам, пожалуйста, вернуть кирку Ну, жмотно Хорошую вещь Почему она тут так медленно чинится Выкидывать на переплавку Вот тут, наверное, она будет лучше чиниться Достей, 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 достей О, вот это я понимаю Вот это скорость Починки Что у нас тут у? Хе-хе-хе-хе-хе-хе И немножечко вентрем даст Да, эти печки Они клевые печки Так Мы делаем, собственно, помпу Майнинг Лэу Теперь у нас почти всего хватает Бежим за киркой Какой я странный О, у меня есть кирка Так И внимательно Надо посмотреть Что можно сделать из этих чернилок Чернилки можно наливать в баночки В сквизере или флюид транспозере Надеюсь Это будут готовые чернилки Я могу позволить себе потерять Че я могу себе позволить потерять Одну помпу Один тессеракт Я тоже могу себе позволить потерять Ну, в общем, че мы делаем Мы устанавливаем здесь где-нибудь Где наше мисткрафтерное Наверное, где-то здесь Мы устанавливаем себе бочечки И бочечки установили Может быть, даже больше установим Потому что я жадный Да, больше бочек Потому что все-таки чернила Это чернила Это во мне Хухры-мухры Хухры-мухры Так, да И тессеракт Надеюсь, это тессеракт не на волне 1 А мы создадим Волну 2 Инк Этот тессеракт Принимает жидкости И отправляет энергию Устанавливаем ее где-то здесь Дальше Для того, чтобы у него все было хорошо Этого тессеракта Мы устанавливаем парочку кулинарных генераторов Я думаю, что помпе пара генераторов Это оверкил Генераторы, естественно, работают на стейках Коих у нас есть немножко Ну, да Такой вот волшебный Такой вот мод Такая вот волшебная фигня Тиакс Все остальное у нас сверху Значит, нужно делать еще эти тессеракты Мы делаем, в общем, эту фигню И собираем ее вместе Вот с этой фигней Вот с этой фигней Помпа готова Помпа готова Нужно взять еще один тессеракт Блин Настроить его на волну 2 Сказать ему, что он Флюид мод Отправляет А энерджи Receive only Во Теперь нужно взять Камушка Но только не такого Которого не жалко И пойти установить На тех Молочных реках И кисельных берегах Эту фиговину И Навсегда о ней забыть Ой-ё Как здесь страшно Эй Отфристи меня, пожалуйста Я сказал Отфристи Вот И установить это хозяйство Ну где-нибудь Наверное Вот здесь Вот Ааа Больно-больно-больно Помпа Вот тут Кстати, некий Свои эти Старфишуры Помпа И тессеракт Наверное Над помпой Э, блин Чёрт возьми Тут какая-то фигня Типа течения Которое затягивает Вниз В общем Надо быть с ним Максимально Аккуратным Ну Два Energy Receive Fluid Send Чё не нравится Я знаю, что Может не нравится Я Не настроил Тессеракт В Моём подвальчике Давайте Сделаем так Чтобы он был настроен Тякс 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 Нам нужны Hardened Energy Кондуиты Потому что Эти штуковины Уже полная энергия Но в тессеракт Её не сливают Им нужны Трубы Вот теперь А, ин Да Да, да Тяк Ещё, ещё Ещё А там у нас Не загружен Чанг Надо его Загрузить Нам нужен Enchantment Table Enchantment Table Нам нужен Одна штучка И один Чанглодер Из этого Enchantment Table Вот со всем этим Добром Можно идти В наш Волшебный Новый мир Прям вот Ребят Чернило Не на халяву Я не могу От этого Отказаться Даже Да, блин Очень вагает То, что этот мир Разваливается Но я боюсь, что Скоро он развалится Чё-то за пчёлки Так, ладно Я сейчас отмерзаю И возвращаюсь к вам Да, помпа включилась Сосает Мы ставим сюда Чанглодер Энергия В помпе Чё-то как-то Инг-2 Получает энергию Отправляет жидкости Ну, дайте На всякий пожарный Мы сюда ещё пару Жидкостных труб Поставим Нет, я сказал Жидкостных Они бесплатные Достаточно Ведь так Чё, и Нужно ещё Вот эти трубы Стать Ой-ё Как быстро Разлагается этот мир Вы бы видели Ну, я думаю Вы видите Он уже проступает На поверхности Вот эта вот фигня А нам бы Высосать Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ В странных мирах можно что-нибудь добыть. Но, к сожалению, да, вот эти фиговины скоро все испортят. Давайте сходим посмотрим, сколько у нас насосалось. Сколько у нас чернилок? Три, четыре. Ну, в общем, чернилки сосаются. И продолжаю сосаться с какой-то меняемой скоростью. Я буду посматривать на этот мирок. Так, есть еще одна неприятная фиговина. Майн черепаха. Я забыл покормить ее энергией. Ну, чтобы она нормально переставляла карьеры. Ну, тут карьер уже докопался, и пора заканчивать эту серию. Сейчас мы ее установим. Но нужно следить за количеством энергии в этой черепахе. Я думал, сразу скормить ей дофига. Ну, что ж такое-то. Но вот что-то как-то забыл это сделать, и эта черепаха в какой-то момент выключится. Как мы видим, карьер докопался. Докопался он, скорее всего, до гладкого бедрока. Да, там бедрок гладкий. Ну, и вот черепаха сейчас обнаруживает, что карьер докопан. Она включила функцию эту свою. Так, так, так. Забрала все это безобразие. Забрала один чанк-бойдер. Уехала. Сейчас она там будет устанавливать этот самый карьер. Да. И вот она бабуется переустановкой тессеракта. До тех пор, пока он не начнет принимать энергию. А что это он так? Не-е-е-е. Факир был пьяный, фокус не удался. Какие у нас бывают тессеракты? Этот тессеракт все принимает. И на первой волне. Давайте ей подсунем вот такой тессеракт. И посмотрим, что она на этот счет сможет нам сказать. Блин. Как бы туда залезть так, чтобы подлезть к этой черепахе и подсунуть ей правильный тессеракт. Странно очень. Дело в том, что вот когда я писал эту программу, было все не так плохо. Неужели нужно будет делать себе леталку? Нет, не нужно будет делать себе леталку. Я нормально залез на... О! И мы берем нормальный тессеракт. Она сейчас уберет свой. Не получилось. Да что ж такое-то. О! Она как будто бы поставила правильный тессеракт. На первой частоте тессеракт начал придавать все в карьер. Карьер уже строится. Она забрала второй чанклоадер. Притащила сюда чанклоадер. И все. И успокоилась. Теперь она ждет, пока карьер не завершится. А карьер тем временем построился и начинает копать еще раз. Да, что-то здесь не то. Не получалось так сделать. Но как-то... И там ресив. На первой волне. Ладно, фиг бы с ним. Так, что нам дальше надо сделать? Нам надо отсюда уйти. На нашу площадочку. И пойти посмотреть, что у нас творится с чернилками. Уж очень смешно выглядит разлагающийся мир. Чернилки. И, может быть, попробовать спасти хотя бы тессеракт. Чернилки. По 11 одер. По 11 одер чернилок. Не кисло так. Так, и третий мир, который... Ну, скоро совсем кончится. В речи 4. Все, приплыли. Приплыли, приплыли. На крокодиле. Этот мир уничтожен. Интересно, машина превращается в этот самый White Decay. Или не превращается? Черт. Ну, сейчас попробуем хоть куда-то. А, нет, ты смотри. Можно спасти тессеракт. У нас еще чуть-чуть осталось. Ну, все. Мир уничтожен. Да, блин. Отмерзни. Выпустите меня, пожалуйста. Ну, почему же оно так лагает-то? Я выключаю запись на некоторое время. Ну, у меня получилось спасти тессеракт. Осталось спасти себя любимого. Насколько я понимаю, книжечку там уже загадило. Или не загадило. Или можно вернуться к книжечке. Нет, к платформе с этой самой книжечкой вернуться уже нельзя. Это метеориты. Черт возьми. Это адские. А можно эту фигурину копать? Если ее выкопать, то что будет? А особенно с силк-тачем принести кому-нибудь. Ладно, фиг с ним. Это нас не очень интересует. Нас интересует по-бырому сэкономить книжечку. Но, судя по всему, действительно платформа, на которой я ее устанавливал, уже уничтожена. А счастье было так близко. Черт возьми. Чернильное море. Ладно, свариваем. Вот такая смешная история. С вами был Ваня. Из настоящей 49 серии. Марсианин. Тебе отдельный официальный привет. И всем остальным тоже. Счастья и радости. У меня приезжает всякий странный мусор. И у меня должен копиться низерак вот здесь вот. В общем, пока, ребята. До встречи в 50-й.